Всем привет! Уже все начинает зарастать, но пока еще копать более-менее нормально. Трава не такая высокая. Приехали в очередную экспедицию. Здесь мы пока еще ни разу не были. Ну, надеюсь, что здесь будет попадаться хороший тяжелый металл. Но приехали мы ближе к вечеру. Сейчас пару часов покопаем, ну и будем готовиться к ночевке. Ладно, не будем балаболить, приступаем к поискам. Только включил металлоискатель. Ну и вот она, первая находка. Ну, давайте посмотрим, что попалось. Что-то неплохое, что ли? Какая-то запчастенка. Ух ты! Вот такой некрупный, но приятный металл. Ну и есть, друзья, следующая находка. Надеюсь, что что-нибудь покрупнее. Что-то попалось. Все зажат камнями. Приходится, чуть ли не каждый выезд, точить лопату. Ну, ради таких находок можно и поковырять. Есть. Эх, думал, находка тяжелая, но нифига. Ну, все равно, вот такой неплохой металл старенький. Старенький отвал. Ну, вот это уже стук посерьезней. Ну, опять некрупная. Будем искать крупный металл. Ну, вот такая неплохая запчастенка. Неплохой сигнал. Надеюсь, что что-нибудь лежит похрупнее. Вверху, что ли? А это, друзья, какие-то полоса. Ну, вот такой неплохой металл. Ух ты! Ну, вот это, друзья, уже путевая находка. Вот такой каток. Обалдеть, тяжелый. Сломанный. Всего лишь половина. Ну, хорошо, хоть центр-то целый. Тешелый. Нормально. Есть находка. Ну, наверное, этой находкой мы закончим сегодняшние поиски. Сегодня в основном делали разведку. Сейчас уже нужно отдыхать. Ну, а завтра с утра мы продолжим поиски металла. Ну, давайте выкопаем находку. Ух ты! Что это такое? Ну, вот такая неплохая находка. Это часть от цилиндра. Вот так вот. Всем доброе утро! Сегодня проснулись поздно. Пока приготовили завтрак, позавтракали. Сейчас уже время 10 часов, и мы только выходим на поиски. Я уже выкопал находку. Вот такой металл попался. И еще что-то есть, по-моему, друзья. Вяжет какое-то колесо. Может, каточек какой. Ну, давайте посмотрим. Куда-то уходит в глубину. Вот попался бы такой же каточек, который выкопали вчера. Вот это было бы вообще обалденно. Тут, по-моему, несколько находок. Ага. Такой вот опять металл. Может, сброс какой. А это старинное колесо. Эх, думал, находка будет тяжелее. Но все равно неплохой металл. Там, по-моему, еще что-то есть. Вот. Такой вот металл. Ну, и еще какая-то торчит проволока. Ладно, сейчас немножечко обкопаю и посмотрю. Выкопал из ямы еще вот такое кольцо. Ну, и на этом все закончилось. К сожалению, друзья, это не сброс. Ладно. Сейчас закапываем яму и попробуем найти что-нибудь поинтереснее. Есть находка. Не знаю, похож, друзья, на маленькую рельсу. Ну, возможно, просто что-то такой же формы. Стук хороший. Нет, это не рельса. Смотрите, какой толковый металл. Она тяжелая. Офигеть. Практически литой металл. Вот такая находка. Выкопал несколько находок. Ну, и вот он, приятный стук по металлу. Вроде бы какая-то запчасть. Есть. Еще и такое. А это, друзья, опять часть старинной косилки. Но уже без надписи. Вот такая вот чугунина. Вроде бы какой-то алюминий. Ух ты. А это, друзья, керосинка. Такая вот советская. Думал, какая-то ерунда. Смотрите. Половина оси. Хороший тяжелый металл. Такой вот. Хороший объемный сигнал. Ну, надеюсь, что попадется что-нибудь путевое. Ух ты. Есть. Есть. Смотрите, друзья, какая толщина. Я понял, что это такое есть. Тяжелая запчасть. Ух ты. Вот такой металл. Смотрите, какой толковый. Ну, и прям под этой находкой был сигнал. Что-то есть. Ну, не крупный уже. А это, друзья, половина вилл. Ух ты. Думал, какая-то ерунда. Обалдеть. А это, друзья, противовес. Вот это я понимаю находка. Вот это запчасть. Хороший металл. Смотрите, друзья, какая толщина. Некрупная, но, похоже, литая плюшечка. Офигеть литой металл. Вот таких бы десятка-два. Обалдеть. И было бы нормально. Полностью литая. Вот это путевый металл. Выкопал вот такую запчасть. Обалдеть, она тяжелая. Хороший металл. И смотрите, друзья, прямо на поверхности лежит гидроцилиндр. Вот это поперли находки. Ого. И вот такой вот металл. Две находки и обалденный вес. Друзья, совсем скоро у моего хорошего друга день рождения. Долго думал, что ему подарить. Ну и поскольку он занимается охотой, решил подарить ему фонарь от компании Армитек Предатор Про. Это даже не только фонарь, а целый набор охотника. Сам фонарь среди тактических фонарей Армитек самый дальнобойный. Выдерживает отдачу любого калибра благодаря улучшенным пружинам и размещению драйвера. Также он водонепроницаемый. Выдерживает погружение на глубину до 25 метров и падение с 10 этажа. Ну и вот такая у него богатая комплектация. Выносная кнопка с витым шнуром. Цветные фильтры. Два аккумулятора 3500 Ач. Магнитная USB зарядка. Магнитное крепление. Ну и так далее. Я думаю, такому подарку мой товарищ очень обрадуется. Ссылку на интернет-магазин я оставлю в описании к видео. Ну а по промокоду PROMETAL вы получите 15% скидку на все фонари от компании Армитек. На улице уже вечереет. Здесь металл уже заканчивается. Ну возможно он и есть, но площадь огромная. Металл становится уж больно труднодоступный. Сейчас скорее всего переедем на другую сторону. Там просматриваются какие-то неровности. Возможно там попадется хорошее место и будет тяжелый металл. Ну давайте переезжать на другую сторону. Переехали на другую сторону. Видно, что здесь стояли какие-то постройки. Остатки фундаментов. Но не знаю, металл будет вообще здесь. Ну сейчас будем проверять. Ну вроде бы сигналы есть. Ну давайте посмотрим, что попалось. Наконец-то какая-нибудь жестянка. Точно первый сигнал на этом месте и попалась жестянка. Ладно, закатываем и будем искать хорошим этап. Прошло примерно минут 20. К сожалению, друзья, сигналов не особо-то и много. Ну и попадается всего лишь одна жестянка. Лучше, наверное, оставим это место и будем обратно переезжать на другую сторону. Наступил новый день. Вчера переехали обратно на другую сторону. Только приступил копать металл и приехали рыбаки. Скорее всего, с ближайших деревень. Проверяли сети. Даже не стали снимать видео. Ну скажем так, полить контору. Место-то вроде неплохое и металл попадается. Ну и вот что удалось накопать вчера вечером. Попадался опять неплохой металл. Вот такие вот неплохие железки. Ладно, сейчас загружаем этот металл и продолжаем искать толковые находки. Приступили к поискам и уже есть первые находки. Вот такой металл. И смотрите, друзья, попался вот такой интересный старенький ключ. Ну и есть находка. Давайте посмотрим. Ух ты! А это неплохая старенькая шестереночка. Такой вот металл. Ну и рядом есть находка. По-моему, это гильза, друзья. Точно. Тоже неплохой металл. Выкопал гильзу. И смотрите, друзья, а гильза-то не одна. А тут еще одна торчит. Может, там целый схрон таких гильз. Ну, давайте проверим металл искателя. Рядом еще сигнал. Может, еще одна. Это, к сожалению, не гильза. всего лишь вот такой металл ну и буквально в метре еще одна третья гильца обалдеть друзья чуть такой есть думалось по моему это не 8 нифига себе вот эта толщина металла офигеть полностью литой металл тяжелая вещь смотрите друзья лежит торчит из земли какой лист и какая у него толщина обалдеть ну надеюсь это не окажется всего лишь полосой ну давайте будем доставать это друзья это вообще печное вот такой металл выкопал вот такие неплохие чугунные чушки ну и на этом друзья мы наверное будем заканчивать смотреть какой металл вот такая обалденная вещица тяжелая вот это я понимаю металл и смотрите что попалось вот такая крышка от ставриды сохранилась прям как с завода решили оставить себе может быть куда-нибудь приспособим ставрида океаническая обезглавленная пряного посола гост вес кило 300 цена рубль 80 вот такая вот крышка от ставриды скажем так из нашего детства ну и вот такой друзья получился неплохой результат металл в основном весь литой ну сами видели какие попадались болванки вес я думаю будет неплохой сейчас отвезу металл и как всегда результат я вставлю видео кто не подписан подписывайтесь на наш канал всем удачи здоровья и до новых встреч друзья приехали сюда не на один день цель загрузить не меньше полтонны металла ну попробуем здесь найти хороших находок офигеть вы посмотрите попадаются находки можно сказать одна краше другой противовес что это друзья противовес ну вот это я понимаю нашли место ну в общем друзья вот такая надпись по моему шнейтлер шнейтлер ну и ниже написано берлин сейчас поедим мясо попьем чайку и продолжим искать путевые находки хоть нам дождь и испортило настроение но настроение друзья поднимают вот такие находки сразу же попалась что-то путевое стук хороший повалдеть и смотрите вам сталинец